Если общение президента со студентами перевести в формат молодежного шоу в интернете или на YouTube-канале, то его тизер, дословно завлекалка для зрителя, выглядел бы примерно так. Доволен ли я как президент уровнем образования? Нет, категорически. Студент должен быть в поле у станка. Вы в теме в курсе? Я главный лоббист в стране. Ну, скосишь от армии. На ком ты женишься? Я учился всегда отлично. Лучше бы он не задавал. Все испортил. Яркие запоминающиеся фразы, вырванные из контекста, и редко совпадают с истинным смыслом сказанного. Главное – заинтриговать и привлечь внимание. В действительности это был обстоятельный и откровенный разговор почти на три часа. На каждый вопрос – подробные ответы. Интервьюеры определяли темы беседы, а главный спикер задавал ее настроение. Я всегда деньги привожу. Отсюда вывожу товары. Ну, в конечном таком. Я главный лоббист в стране своих товаров. И это, если ты хочешь работать с президентом эффективно, то этим будешь заниматься. Хоть это, наверное, больше вопрос правительства. Спрашивали о личном. Нет, у президента не может быть личной жизни. О политике. А в политике возможно дружба? Думаю, что нет. Это даже вещь опасная, я бы сказал. И, конечно, интересовались собственными перспективами. Будет ли система образования коренным образом меняться? Улучшения будут на безломке. И так ли необходимо сегодня идти за знаниями в университет? Если бы я не закончил ИСТФАК или экономический факультет, я бы не был президентом. Если, возможно, за четыре года получить образование, надо, значит, за четыре, а не за шесть и не за пять. Стоит ли говорить, что в этом зале весь цвет гродненских вузов? Это студенты, которые знают, чего хотят достичь в профессии. Как вы себя чувствуете? Нормально. Почти каждое утро Олег Кизюкевич начинает с обхода пациентов, затем лекции и дополнительные занятия. Будущий кардиохирург должен уметь все. Это правило для пятикурсника Гродненского университета не в новинку. Так было заведено дома, в семье семеро детей. Возможно, благодаря именно этой вынужденной самостоятельности. В свои 21 он так много успел. Написал более 30 научных статей, входит в совет вуза и уже реализует проект для будущих абитуриентов. Для меня это главное, это помогать людям. Наверное, поэтому я и выбрал эту специальность. Она очень сложная, конечно, но в этом ее интерес. Тут постоянно совершенствование, никогда нет какой-то остановки, вершин. Постоянно идешь к чему-то новому. Именно поэтому после занятий каждый день Олега можно найти в симуляционном центре, где будущий доктор учится оперировать. К слову, не без помощи собранных здесь технологий. Пару недель назад он зашел и на пьедестал Всероссийской универсиады. Вот и президент подчеркивает, денег на образование государство не жалеет. Жаль только, что после этого некоторые специалисты уезжают работать за рубеж. Хуже будет, если талантливые молодые люди уедут за рубеж, здесь получив образование, во-первых. А во-вторых, если они там получат образование и там останутся. Вы всегда будете там чужими. Людьми второго сорта. Вы никогда никого не слушаете, что кто-то там говорит, вот у нас хорошо, а у вас плохо. Это потому, чтобы нас туда затянуть. Чтобы вы туда поехали, а там не дешево. Опять же, другое дело получить знания где бы то ни было, чтобы потом применить их для общего блага и лучше, конечно, дома. Как, например, делают эти ребята из БГУИР и БНТУ. Они объединили усилия, чтобы создать портал, который поможет учиться детям с нарушением мелкой моторики. Портал содержит в себе текстовый редактор, который позволяет выполнять, записывать математические выражения любой сложности. Детям с нарушениями мелкой моторики удобнее управлять одним пальцем или мышкой, чем ручкой делать записи в тетради. Это единственный сервис, где можно считать в столбик. Казалось бы, мелочь, но дети с ДЦП с этим, пожалуй, не согласятся. Сейчас на портале практически завершен раздел с математическими вычислениями. В будущем появится химия, физика и гуманитарные предметы. Один из создателей сервиса как раз отправился за новыми знаниями в США. На данный момент порталом пользуются около 10 детей, с которыми мы тесно взаимодействуем и работаем вместе. А глобальная цель ваша какова? Вывести наш портал на бюро рынок, представить его всему миру. И вы думаете, это реально? Вполне. За рубежом сегодня обучаются около 2000 белорусов, а вот в наших вузах более 25 тысяч иностранных студентов. Поэтому отток, о котором так много рассуждают, явление хоть и неприятное, но абсолютно не массовое. И как ни пафосно это звучит, благодаря государственной системе поддержки. Помочь глава государства пообещал и Гродно. Здесь хотят построить студенческий городок с развитой инфраструктурой для проживания и отдыха. Но в зале внезапно прозвучал вопрос об иной поддержке молодых и целеустремленных – льготах. Мы еще с советских времен затащили к себе льготы. И что вы думаете? Как ковырнули со сталинских времен 30-х годов некоторые были льготы. И все новое и новое появляется. Ладно, давайте сделаем так. Отменим все льготы решением президента. Все отменим. И следующим указом завтра же установим льготы тем и те, кому надо. Я выделил каждому вузу из бюджета энную сумму, сколько ректоры назвали. Для того, чтобы они у себя вместе с комсомолом, профсоюзом определило, кому надо помочь. Речь здесь о так называемой адресной помощи. Но все же государство основной упор делает на поддержке массовой. Бесплатное обучение есть во всех государственных вузах. А самые талантливые могут рассчитывать на дополнительное поощрение. Это касается и учебных заведений, и творческих коллективов. Вы должны это сделать так, чтобы действительно народ почувствовал, что это уникальные трюки. Так в Беларуси больше не умеет никто. Пройти по канату на ходулях, с партнерами на плечах, а затем проехать по веревке на роликах и даже на одном колесе. Зрелище не для слабонервных. Это большой, огромный труд, большое терпение, стремление, видение цели, стремление к цели. Ты хочешь стать лучше, ты хочешь больше развиваться. Покорять мировую арену воспитанники любительской студии «Арена» начали пару лет назад. Сначала стали вторыми на самом престижном цирковом фестивале в Монте-Карло. Затем оставили за бортом лучших артистов мира на Гран-при в Гаване. Этот триумф сделал канатаходцев лидерами мирового рейтинга. Успехи Мозырской студии отмечают и на родине. У достойной Гран-премии звание лауреатов специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи. Если бы не было поддержки государства сегодня, нашему коллективу было бы очень сложно работать, потому что это нужна цирковая аппаратура, нужны какие-то финансовые вложения на те же самые поездки, на конкурс. На следующей неделе у них два новых старта в Германии и Китае. При этом тренировки и гастроли артисты совмещают с получением образования. Как говорится, было бы желание, ну или как в нашем случае, пожелание. Вы не спешите. Это первое. Второе. Не совершайте сейчас ошибок, после которых вам потом будет стыдно или неудобно. И третье. Вы знаете, все, что у вас сейчас есть, это от родителей в большей степени. Добавляйте к этому каждый год. Хотя бы понемножечку. Я могу сказать четвертое, пятое, но дальше я сказал, что до утра можем обсуждать эту систему. Не бойтесь ставить перед собой иногда заоблачные цели. Даже если вы этой цели не добьетесь, если вы не дойдете до этой отметки, все равно, идя к этой большой цели, вы большего добьетесь. Наука и спорт, новые технологии творчества, производство, экономика, управление, направление для самореализации у молодежи множество. И для этого есть все возможности. И что важно, именно дома, в Беларуси. А после этой встречи студентам тоже будет что обсудить, о чем поразмышлять и чем поделиться. Для начала фотографии с президентом в социальных сетях. А это в том числе обязывает. Последовать примеру и направить личные амбиции на благо общего успеха. Наталья Стельмах, Надежда Завиновская, Максим Вечерков и Сергей Янковский. Контуры. Субтитры создавал DimaTorzok